Ну, все, решил. Окончательно ухожу в интернет. Жить? Нет, работать. Смотри, книжку хочу скачать. Тут написано, что она как раз для меня. Что так и написано для Данияра Даутова. Нет, написано для тех, кто хочет найти работу с ежемесячным заработком от 500 и до бесконечности долларов. Для тех, кто хочет высвободить время для путешествия и обеспечить себе профессиональный рост. Ну, как раз для меня. И как называется? Ну, называется 24 интернет-профессии. О, кстати, вообще тема неплохая. Александра как раз сделала сюжет по поводу того, как интернет-профессии входят в нашу жизнь. Предлагаю посмотреть. ЭВМ изобрели относительно недавно, в середине 40-х годов прошлого столетия. Но они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сегодня компьютер является неотъемлемой частью жизни каждого. Психолог Ирина Рождественна считает, что с приходом интернета профессии стали многогранными. Я думаю, что компьютер и компьютерные интернет-технологии в особенности дают такое мощное расширение и гораздо большее поле возможностей в любой профессии. Профессия – это принадлежность человека к определенному роду занятий. В мире их насчитывается около 40 тысяч. С появлением компьютера их количество только возросло. Так появились программисты, электрончики, системные администраторы и инженеры. В базах данных по трудоустройству профессии в области информационных технологий, интернет и телекоммуникации стоят на первом месте по количеству вакансий. Я все больше убеждаюсь, что лучший друг человека сегодня – компьютер. Дело не только в играх, но и в работе. Спросим тогда у экспертов совершенно разными профессиями. У финансиста, который работает с цифрами, и модельера, который работает с тканями. Повлиял ли компьютер на их работу и что изменилось с его изобретением? На создание коллекции уходило полгода. Главным образом, потому что скорость, то есть ты что-то нарисовал, тебе нужно это показать кому-то, для этого тебе нужно отправить что-то по почте, допустим, это в первую очередь. Сейчас, чтобы создать коллекцию и поделиться идеями, скажем, с какими-то партнерами или с поставщиками, я, допустим, быстро нарисовала картинку, отправила по почте, по e-mail. А бухгалтерам вообще несказанно повезло. Компьютеры настолько упростили им жизнь, что теперь, чтобы оплатить счета, не нужно ехать в банк и простаивать очереди, и нужно составлять целые тома годовых отчетов. Все заменила компьютерная программа. На сегодня этот, как всем известно, банк делается не отходя от офиса. То есть мы здесь же получаем платежное поручение, заполняем его прямо в компьютере в электронном виде, отправляем деньги через компьютер в банк и обратно получаем на руки чек. Учитывая сегодняшние требования законодательства по финансовым расчетам, добавление различных поправок в работе финансовых расчетов, то получается, что на самом деле рабочий день был бы гораздо длиннее, потому что все эти бумаги велись бы вручную. Экономия времени и расчетов вывела профессии на новый уровень в финансах и дизайне. Даже в работе психолога произошли значительные перемены. Если раньше он работал с человеческими душами напрямую, то сегодня это происходит и с помощью компьютера в том числе. Для выявления особенностей человека, для его профессиональных склонностей, интересов, возможностей проводят различные тесты. Раньше они проводились на бумаге. То есть у психолога была такая, так называемая, батарея тестов. Теперь с развитием интернет-технологий, компьютерных технологий это все очень легко и естественно делается с помощью компьютера. Результат обрабатывается и он становится доступным сразу. Такие тесты называются профессиональной ориентацией. Они помогают узнать, какая профессия подходит вам больше всего, учитывая все три жизненные позиции. Хочу, могу, надо. Ирина поделилась с нами ее любимым сайтом proforientator.ru, где пройдя такие тесты и задания, можно получить профессиограмму и также поиграть в интерактивную игру профессианс. Она составлена психологами и поможет, как никто другой, узнать, что вам подходит в жизни больше всего. Ведь если выберешь любимое занятие, ни дня в жизни не проработаешь.